Неделя 31. В этой серии 40 недель. Беременность и водные процедуры. Бассейн и аквафитнес, о чем надо знать перед тем, как нырнуть в воду. Ваш малыш по-прежнему накапливает подкожный жир, который будет поддерживать температуру тела после рождения. Его органы и система продолжают совершенствоваться. К концу этой недели он будет весить чуть больше полутора килограмм при росте в 40 сантиметров. Ваша матка тоже растет. Не исключено, что вы еще сильнее начали страдать от одышки, боли в ребрах и изжоги. К вам даже могла вернуться уже забытая тошнота. Попробуйте есть маленькими порциями и выпрямляться после приема еды. Это освободит пространство для пищеварительной системы. Но не начинайте принимать лекарства без согласования с врачом. Чем ближе момент родов, тем тяжелее вам двигаться. Центр тяжести сместился, и вы ощущаете двойную нагрузку на позвоночник. Чтобы помочь мышцам спины и позвоночнику лучше справиться с этой нагрузкой, врач может посоветовать вам выполнять упражнения в воде. Вода обладает уникальными свойствами. Находясь в ней, вы освобождаетесь от силы тяжести и почти не ощущаете нагрузки. Вы расслабитесь и побудете в среде, идентичной той, в которой находится ваш малыш. Если беременность протекает без осложнений, то бассейн очень помогает беременной в любом сроке. Он облегчает состояние спины и большую нагрузку на спину, которую дает большая матка. Он помогает мышцам расслабиться. Он сможет снять судороги ног, которые появляются в третьем триместре. Самое главное, если бассейн не доставляет вам никакого дискомфорта, то бассейн можно и нужно посещать во время беременности. Матка защищает ребенка от всех инфекций, поэтому если вы здоровы, если вы соблюдаете правила личной гигиены, то опасности подхватить инфекцию во время беременности практически нет. Опустите руки под воду, ноги чуть-чуть пошире. Соединяем в центр руки на выдохе и разводим в сторону. На этом сроке вы должны быть максимально осторожны. То, на что раньше при походе в бассейн вы могли не обратить внимания, теперь становится очень важным. Для беременности должен быть специальный купальник, специального размера, чтобы он, во-первых, не мешал заниматься, не сдавливал живот. К этому нужно подойти серьезно, потому что сдавливающие вещи, они нарушают кровообращение и будет дискомфорт во время занятия. Потом обязательно тапочки резиновые для того, чтобы не поскользнуться, не упасть. Если до беременности вы плавали, то при разрешении врача можете продолжать занятия, только с уменьшенной нагрузкой. Многие бассейны предлагают организованные занятия для групп беременных. Как и любой вид гимнастики для будущих мам, аквааэробика подготовит вас к родам и будет способствовать правильному дыханию. Постарайся поднять ноги вверх, расслабь тазобедренные суставы и вытягивай ноги в сторону. Вот это упражнение помогает еще расслаблять тазобедренные суставы. Опять же, это поможет тебе в процессе родов быстрее и легче родить. Когда тазобедренные суставы более растянуты, это очень полезно. Вода обладает массажным эффектом. Она давит на кожу таким образом, как бы массируя ее. Вот этот некий массаж, невидимый массаж, он помогает избежать растяжек, который возникает во время беременности. Упражнение в воде – замечательная профилактика растяжек. А использование специального крема от растяжек закрепит эффект. И не забывайте, что после пребывания в бассейне ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Во время пребывания в воде вы заметите, как улучшилось ваше настроение. Вы забыли обо всех заботах и смогли, наконец, расслабиться. В следующей серии – 40 недель. Будущий папа во время беременности и родов. 40 недель. Жизнь до рождения. Ты учишься удивительным вещам, когда спишь особенно крепко. Такой здоровый сон мы называем «золотым сном». Его дарят тебе новые памперсы Active Baby. Это самые мягкие Active Baby, которые идеально впитывают до 12 часов, помогая сохранить тебя сухим всю ночь и подарить золотой сон, чтобы ты всегда был готов учиться новому и интересному. Здоровый сон с памперс – это золотой сон. Спокойной ночи, малыши!